Всем привет! Сегодня у нас будет видео о турецких отношениях с мужчинами, о переезде, о теме меркантильной и денежной, а куда, собственно, без нее кто-то об этом должен говорить. Что же, у меня недавно просто было письмо на эту тему, и я вот всегда это читаю, думаю, надо надо все-таки об этом видео снять и рассказать. Я считаю, я просто рассказываю свои позиции, да, вы можете к ней прислушаться, можете считать, что я не права, можете назвать меня меркантильной или еще какой-то, но я по жизни прагматик. И я люблю, когда в лицо ясно, понятно, как бы, как говорится, там есть пословица, за что купил, за то и продаю, да, когда открытые отношения, не надо бояться говорить что-то в лицо, задавать какие-то даже неудобные вопросы. Понимаю, что когда вы общаетесь со своими мужчинами из другой страны, неважно, там, в Турции, ну, сегодня там, в Турции будет, естественно, я тоже, когда переезжала, я не понимала, какой уровень зарплаты нормальный, какой уровень жизни у людей в стране, потому что ты с этим не знакомый, или ты когда приезжаешь как турист, ты все равно это оценить не можешь, да, у тебя какие-то цены для туристов, если ты в курортной зоне. В принципе, ты не можешь понять, ты не можешь знать, сколько стоит там снимать квартиру, сколько стоит оплатить заводу, свет, газ, и как тебе вообще нюансы, дорого это нет, или айдат, вот это, да, таких слов ты даже не знаешь. То есть ты не можешь понять, а достаточно ли зарплаты у твоего мужчины в стране, в которой он живет, куда ты переезжаешь, уровень жизни какой у тебя будет. И такие есть истории, когда женщины вообще не понимают, скажем так, куда они едут и на что они там будут жить. Мой главный совет, вы до переезда должны открыто поговорить на тему финансов, обговорить, а не ехать в ом с головой, там как пойдет. Ну, не знаю, 10%, наверное, из 100 у вас будет честный, заботящий, хороший, любящий мужчина, который будет вам давать карманные деньги, тратить там на ваши шампуни, косметику, одежду и всякое такое. В общем, очень часто, когда женщины переезжают, они понимают, что не попали они в те условия, и очень часто мужчина сам не понимает, сколько денег ему придется тратить. Он не может логически в голове сложить бюджет ваш, и, как правило, получается, что денег недостаточно, и вы едете не к той лучшей жизни, которую вы хотели для себя. Чтобы вот этих вопросов не возникало, я вам честно, вот от души даю совет, обсудить это все на берегу до того, как вы переедете. Вот когда вы начнете, что бояться? Это страшнее потом приехать, упасть в какую-то нищету, например, или гораздо ниже уровня жизни, чем у вас есть. Поверьте, смелым не рай шалаше. Это такая фраза жертвенная. Ничего этого, не то что зазорного, вы вправе вообще это сделать и задавать такие вопросы, чтобы вы знали, к чему вы едете. Страшнее потом возвращаться и увидеть ту реальность, вообще потратить свою жизнь, время, потерять работу или квартиру, еще никто умудряется продать и переезжать, да, с концами сразу же сжигать все мосты. Вот это страшнее будет, чем вы зададите вопрос. Вы должны узнать заранее, до переезда, какая зарплата у вашего молодого человека. Своя квартира у него или съемная. Планирование бюджета. Сколько стоит оформление документов, пусть он узнает, потому что это не дешево делать всякие там страховки и все прочее. Пусть он узнает, сколько, ну, чтобы вы должны это обсудить вместе. Вот ваши первые такие семейные бюджетные обсуждения, да, идут. Вы должны это знать конкретно. Если ваш избранник в этих вопросах плавает и говорит образно, назвал там зарплату, да, нам хватит. Да, у меня же квартира не съемная, там, за квартиру плачу там в месяц столько-то, ну, нам на еду, нам столько-то может хватить. Ну, вот, не конкретными цифрами, а расплывчато. У вас должен по статьям быть подсчитан бюджет, чтобы вы просто понимали, чтобы он в своего голове переключился, и он понял, блин, сколько денег надо будет. Если он не был женат, ни с кем не жил, он вообще, человек, скажем так, в этом не плавающий, он не поймет то, что бюджет, вообще, что с другой человека надо где-то платить, да. Это не так, кстати, с девочкой сходил на свидание. Это так, что ей нужно косметику купить, там, не знаю, одежду какую-то, шампунь, в конце концов, да, лак для волос. Или еще это тоже расходы, потому что первое время вы работать не можете. Он, он, вы должны этому дать понять, что на это нужны расходы. И, как правило, если вы начнете разговаривать, то он скажет так, а вот такой-то суммы тебе будет в месяц достаточно? Вот такие обсуждения конкретные уже у вас должны быть. Сколько суммы, какую, сколько тебе будет, хотя бы примерно, там уже на месте поймете. Мне вот недавно был задан вопрос, и там просто в ходе разговора было о том, что мужчина, которому переезжает женщина, переезжает с ребенком, вот в чем прикол, да, она с ним познакомилась в курортной зоне, сейчас он где-то там работает в какой-то компании, но факт, что он, когда не знакомилась, он работал в сезон какой-то в курортной зоне. Это значит, у меня в голове, да, мысль сразу, это какая-то подработка, значит, денег у человека не хватало. Если у него сейчас постоянная какая-то работа есть, надо узнать, в принципе, сколько он зарабатывает. И он обтекаемо ей просто отвечал о том, что, ну, мы ребенку твоего отдадим в школу. А в какую школу? Есть частные школы, есть государственные школы. В частные, в государственные тоже за что-то платить, да, нужно какие-то там взносы делать, там форма и все прочее. На это деньги будут. И он мне говорит о том, что, короче, разговор был такой, что мужчина работает, там, допустим, менеджером в какой-то компании, допустим, продает он что-то, да. А вот так к нему приедут еще два ежедневенции, женщина и ребенок. Сам он год назад, например, или два работал в туристической зоне, курортно подрабатывал сезон. Какие-то нехватки финансов, мне кажется, да. Это не его какой-то бизнес был или еще что-то. И мне кажется, он вообще не понимает, какие траты будут, сколько стоит оформление документов иностранных для нее и для ребенка в том числе. Что значит, я отдам в школу? Но ребенку нужно чем-то кормить, одевать в школу, ему форму нужно купить, книжки и все прочие дела. На это деньги есть? Если тебе хватает денег, как просто менеджером ты работаешь здесь, живя в Турции, то у тебя еще два ежедневенца будут. И он ей еще говорит о том, что она может не работать первое время. Короче, типа, будешь домохозяйкой, не парься и все в таком роде. Как бы к перспективу рисуются сладкие, а по факту, я просто, когда это письмо читала, я-то читаю о том, что зарплаты менеджера на троих человек, ну это очень скромно жить. И они живут не в Стамбуле, где-то в небольшом городе, то есть зарплата там не супервысокая какая-то, понимаете, о чем я говорю. То есть надо, мой вам главный совет, если вы особенно приезжаете с ребенком, вы несете за него ответственность, поймите вы это. И вы должны в таком случае вообще не стесняться конкретно проговаривать финансовые вопросы. Кто за что платит, кто идет работать, не идет. Сколько стоит оформление документов. Просто ваш мужчина тоже может быть в эйфории, во влюбленности, и он просто не знает. Мой муж, например, не знал, сколько стоит там оформление документов каких-то когда-то. Мы не знали, сколько стоит сделать там всякие нотариальные, заверенные там бумажки, ребенку гражданство российское второе давать. Вот эти все моменты. Я к тому, что об этом нужно конкретно обговаривать все. На берегу. Потому что если вы поедете, сорвете еще и ребенка с места, нарушите его психическое состояние, отдадите его в шкурку, он огромный стресс, он потеряет друзей, родных, попадет в среду языка, которого он еще вообще не знает. Где у него не друзей, а не враги, первое время будут ощущать как врагов всех. А оно того стоило, чтобы приехать и потом, я не знаю, жить в проголоде, без денег, и вообще начнутся конфликты. И таких просто ситуаций очень-очень много. Я вообще считаю, что это не только незазорно, не ужасно и какие-то вот эти ярлыки. Это практично такие вопросы задавать. И это вопросы здравомыслящего человека, который хочет знать, что с ним будет в будущем, который задается такими вопросами, которому не безразлично его личное существование, которому не безразличны его какие-то границы, его уровень жизни и все прочее. Может, нас так просто воспитывают в нашем постсоветском пространстве к этому отношение меркантильное или еще как-то. Я вообще ничего зазорного не вижу. Те, кто молодые, девчонки 20-25 лет, тем, может, стыдно что-то это спрашивать. Они еще в силу какого-то жизненного опыта будут стесняться таких вопросов, чтобы их как-то не расценили, не так назвали. Если вам мужчина, вы будете такое задавать, иностранец, скажет, что ты меркантильная, хотя он тебя приглашает, да, и ты задаешь конкретные вопросы. Деньги мне будешь давать на косметику? Мне же первое время денег не будет, да, или а как мы будем жить? А ты там будешь мои документы оплачивать? А мне там захочется, например, раз в год ездить к родителям в гости или их там сюда привозить. А он тебе скажет, что ты меркантильная, еще не приехала, вопросы уже задаешь. Проблема не в вас, а проблема в этом мужике, что это уже говорит о том, что он жилок будет. Ему, в принципе, не нравятся вопросы финансов, их обсуждения, потому что он не хочет тратить денег. Вообще зачем к такому ехать? Мне тогда вопрос. Если вам уже с порога, вы еще не переехали, вас просто приглашают, но обсуждать это ничего не хотят конкретно. Или как-то этого стесняются. Нечего здесь стесняться, вы должны о себе подумать. Но те, кто постарше, конечно, к 30 годам, у них вообще у этих женщин не должно быть стеснения задавать таких вопросов, потому что вы уже в жизни чуть-чуть пожили, посмотрели, опыта набрались, здесь ничего такого плохого нет. Все в порядке, все нормально, девочки. Не стесняемся. Вам потом просто от этого лучше будет, и вы многие вопросы сократите, которые могут быть. Я вообще считаю, что отношения вот эти на расстоянии, они то, что там отяжеляющий какой-то фактор. Это вам карт-бланш в руки, чтобы вы могли такие вопросы, если вы стесняетесь, ваша личная проблема, вы можете эти вопросы создавать спокойно. Вы на расстоянии. Вы прямо говорите, я должна знать, на что я меняю свою жизнь, карьеру, дом или еще что-то, свою семью в конце концов оставляю. Я должна понимать, на что я еду, какой у меня будет уровень жизни. Если мужчина начинает вам нормальный мужчина, мне кажется, реально любящий, который с ответственностью подходит к вам, он оценивает ситуацию, что будет, что вы там не можете работать и все прочее, первое время хотя бы. Короче говоря, он оценивает ситуацию, он вам даст понять, что вы защищены. Он вам назовет эти цифры, если так нужно. Ему это труда не составит. А который будет на вас чувство вины навешивать, называть меркантильной, говорить, да не надо, или вот в этих вопросах плавать поверхностно, конкретно ничего ответить не сможет, никаких цифр, ничего вам дать, то это вам вот как раз будет такой колокольчик о том, куда вы едете, к какому человеку, на что вам можно рассчитывать, и я вообще к такому, может, лучше и не ехать, или ехать, ну, посмотреть, там, не замуж сразу выскакивать. Вот эти финансовые просто вопросы уровня жизни, это у большинства, кто сюда переехал, не только в Турцию, я вообще про иностранцев говорю, да, когда люди стеснялись это спрашивать, потом это всегда выходит боком. Поэтому вопросы эти выясняйте сразу на берегу. Миллионы одна вагонная история. У меня подписчицы, даже девочки, если вы читаете внимательно комментарии под видео, у меня есть несколько подписчиц, которые вот в психологических мужских и женских видео сквозь вот эту тему они это обсуждают, что муж на то деньги не даёт, на это не даёт. Ехала я к одному, попала, знаете, как там оказалось у разбитого корыта перед другим совсем. Если бы мне было 20 лет, я бы, да, стеснялась этих вопросов, а так, когда поживёшь уже и у тебя есть ребёнок, да какой стесняться вообще, все взрослые люди, давайте говорить конкретно открыто обо всём, вот и всё. Моё мнение вот такое. Хотите, прислушивайтесь, вот совет от души, то, что я здесь вижу, частая проблема и конфликтов у женщин в отношениях с мужчинами, вот не обговорили финансовые какие-то вопросы. Что вы думаете по этому поводу? Пишите ваши комментарии, будет очень интересно узнать от вас. Спасибо за внимание, всем пока. Продолжение следует...